30 ноября на улице, градусов 10, наверное, тепла, солнышко выглянуло. Мои развлекаются... Ой, где-то убежал уже. У нас еще цветут цветы, как обычно, хризантемки. Зеленая петрушка вдалеке в огороде. И чудики бегают. У петуни еще зеленые. Мы на нашем местном сейчас стадионе находимся. Возле дома. Такой дворовой стадион. Но самое главное, то, чего мы так долго ждали, это вот эта площадка. Детская площадка, которую нам долго обещали. Которая, наконец, в городе Красноперековске, на поселке Юбилейном, появилась. Конечно, надеялись на более интересное что-то, но, может быть, еще что-то будет. Потому что эта площадка, ну, до лет 8, а дальше молодежь наша любит играть в футбол. Там поле совершенно неприспособленное. Может быть, все-таки что-то сделают, чтобы оно не зарастало травой, колючками по сезону. И мы очень ждем спортивную площадку, потому что молодежи заниматься негде и нечем здесь. Детям от 8 лет абсолютно некуда девать свою энергию. В городе почти в каждом дворе есть турники, какие-то тренажеры. То здесь, у нас здесь очень много детей на улицах живет. И абсолютно не предусмотрено ничего. Ну, как видим, уже что-то начали делать. Это уже радует. На соседней улице недавно ложили асфальт, ну, месяца 3 назад. Ну, пока лежит, хотя есть местами трещинки. И очень надеемся тоже, что на Симферопольской, как обещали, сделают ремонт. Дороги. Ну, будем смотреть. Ну, пойдемте посмотрим. Обещали нам спортивную площадку. Будет она или нет, где ее поставят. Будут ли дорожки здесь, потому что ни единой дорожки к площадке нету. Такие вот остаются вопросы. Конечно, сейчас осень. Вернее, завтра уже 1 декабря. Уже практически зима. И площадки эти больше понадобятся уже к весне. Может быть, за это время что-то и сделают. Очень хочется в это верить. Потому что на сходе граждан мы очень просили именно спортивную площадку для молодежи, чтобы было. А не только детскую. Здесь есть, как мы видим, куча тоже песка завезенного. Вот это вот такой вот местный стадиончик. Не знаю, прям вот что и сказать по этому поводу. Конечно, как вы видите, здесь местный этот стадиончик предусматривает... Абсолютно, точнее, не предусматривает никакого покрытия. Кроме ворот здесь ничего нет. И летом здесь очень много колючек. На колючках, как вы понимаете, не сильно ты поиграешь в футбол. По весне еще пока одеты, то куда не шло. Когда трава вырастает летом и осенью, когда она стоит огромными буддиками, то толку нет. А хотя, смотрите, какая площадь. Сколько земли, сколько мест. Здесь можно было бы очень интересно все обустроить. Мы видим, паспорта этого всего нету. Обычно там при строительстве, при реконструкции или там при новом каком-то проекте ставят щит, указывают, как оно все будет. Здесь ничего не предусмотрено такое. Но мы видим, что, видимо, все-таки площадка на этом месте будет. Сделали вот такой вот ров ленточный такой. Какой-то фундамент или, не знаю, подо что даже. Возможно, какой-то бордюрчик здесь будет. Нарыли отверстие. То есть, видимо, все-таки спортивные снаряды какие-то будут устанавливаться. Видите, да? В каком состоянии у нас площадка эта. Это все, что было. Это пару турников еле живых. А все остальное уже разломано. И, конечно же, чтобы заниматься даже в такую погоду, необходима сюда дорожка. Ну, грязно. Грязно, конечно. И это при том, что очень приличное время не было дождей. И очень была сухая земля. И вот буквально пару дней как-то прошли дожди. Поэтому еще ходить как-то можно. Не сильно промокло. Слякоти нет. Не развезло. Но уже сыро. А зимой тут ходить будет нереально. Если не сделать дорожку. И хотелось бы, конечно, чтобы вот этот стадион сделали стадионом. Именно на котором бы хотелось играть, прыгать в футбол, в волейбол, в баскетбол. Если мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми, чтобы они не занимались какими-то там курением, алкоголем, не дай бог наркотиками. Конечно, нужно создавать им условия. Поэтому этот поселочек юбилейный в городе, ему уже примерно 30 лет. И за это время ни одной площадки создано не было для детей. И вот мы видим, поставили площадку. И все равно не для всех. Ни качельки, еще раз повторюсь, ни песочницы, ни качалочки для совсем маленьких. Ничего такого нету. Для возраста более постарше могли бы тоже большую качель какую-то предусмотреть. Но здесь такое отдаленное место, в принципе, от города, от таких больших площадок детских. Поэтому здесь, конечно же, должно быть все предусмотрено и все свое, чтобы действительно в любом возрасте даже мамочки пришли с детьми погулять, могли здесь сесть на какую-то большую качельку покататься, помимо лавочек. Тренажеры, надеюсь, будут различные, чтобы тоже было интересно взрослым сюда ходить. Тогда и дети будут под присмотром, и дружно, и весело будет все. Ну, моему ребенку, конечно, эта лазанка понравилась, ему 6 лет, и как раз я хочу сказать, это под его возраст. Вот такие вот дела у нас. Мы гуляем еще с собачкой сегодня. У нас тоже осваивается в этом месте первый раз. Все ему надо понюхать, посмотреть. Тима, Тим. Ну, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok